Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Добро пожаловать в библиотеку села Рашков. Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. Вскоре его семья переехала в Москву. Юрий Васильевич с детства проникся любовью к русской литературе. С 17-летним юношей он попал на войну и строил оборонительные укрепления под Смоленском. Затем был командиром минометного расчета. Он участвовал в боях за Житомир, воевал в Польше и Чехословакии, освобождал Киев. Юрий Васильевич был несколько раз ранен. За мужество и стойкость писатель дважды награжден медалью за отвагу. На фронте в сознание Бондарева окончательно вошли кристально чистые и ясные заповеди любви к родине, порядочности, верности. Ведь в бою все обнажено и очевидно, что есть добро, а что зло. Впечатления военных лет нашли отражение во многих его произведениях. В них была сказана беспримерная, обжигающая правда о войне. Печататься Юрий Бондарев начал в 1949 году. Первые рассказы писателя выходили в журналах «Огонек», «Смена» и «Октябрь». В 1951 году он окончил литературный институт имени Максима Горького и в том же году был принят в Союз писателей СССР. В 1970 году был опубликован роман «Горячий снег», сделавший писателя знаменитым. Юрий Васильевич также работал над сценарием фильмов по своим романам. В 1984 году Юрий Бондарев был выбран депутатом Совета национальности Верховного Совета СССР. С тех пор писатель вел активную общественную деятельность, часто подвергая критике действия современных политиков. Писатель был лауреатом множества литературных наград, среди которых Ленинская премия, Государственная премия СССР, Золотая медаль имени Александра Фадеева, Международная премия имени Михаила Шолохова в области литературы и искусства. Выдающийся прозаик, публицист и общественный деятель Юрий Бондарев является признанным классиком современной отечественной литературы. Произведения, созданные им с поистине эпическим размахом, в полной мере отразили авторскую и гражданскую позицию писателя и нашли своего искреннего преданного читателя. Его книги о героизме народа в годы Великой Отечественной войны полны размышлений о духовности и морали, о долге и чести. Они отличаются не только достоверностью деталей фронтовых будней, но и напряженным драматизмом, психологической глубиной. В повестях «Батальоны просят огня», «Последние залпы», в романах «Горячий снег», «Берег» Юрий Бондарев показал героизм советских солдат, офицеров и генералов, раскрыл их психологию и неизменную верность Родине и народу. Его знаменитый роман «Тишина» рассказал о судьбах людей, прошедших сражения, которые искали и не всегда могли найти свое место в послевоенном обществе. Юрий Бондарев верит в правоту однажды избранных социалистических идеалов и в них находит ответы на вопросы, которые ставило перед ним его время. «Без ответственности перед прошлым – настоящий лживый рай», утверждал российский писатель и сценарист, общественный и политический деятель Юрий Васильевич Бондарев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова